Все началось, когда Союз студентов расклеил на демократической стене несколько листовок и плакатов, напоминающих о том, что приближается день поминовения жертв 4 июня. Вскоре листовки были испорчены. Совпадение? Секретарь Союза студентов считает, что это не случайно. Циньянь говорит, что все новые листовки на демократической стене также были испорчены. «Мы осуждаем поведение людей, которые оставляют на наших плакатах надписи, проливают на них кофе, пачкают красной краской цвета крови». Около тысячи китайских студентов из материкового Китая учатся в Гонконгском университете. Заместитель председателя студенческого союза Сяо Тянь Хао говорит, что мероприятие поминовения проводится для того, чтобы люди осознали эту трагедию. «Чтобы помнить 4 июня, нам надо рассказать студентам об этом событии и также позволить студентам выражать свои мысли». Сяо Тянь критикует учебники материкового Китая, которые замалчивают тему кровавой расправы над студентами на площади Тяньаньмэнь. «Некоторые думают, что через 20 лет события 4 июня будут восприниматься легче. Я так не считаю. Только имея общую картину, мы сможем судить об этом». Заместитель председателя Гонконгского альянса в поддержку патриотических и демократических движений в Китае Чжо Жень Ли подвергся нападкам студентов из материкового Китая во время форума, посвященного трагедии. «Они думают, что все должны радовать компартию Китая, а не оскорблять её. Они не хотят, чтобы мы говорили плохо о КПК, иначе они назовут нас террористами. Это показывает, что китайские студенты подверглись сильному промыванию мозгов. Я надеюсь, что, живя в Гонконге, они изменят своё понимание». NTD, Гонконг ТРАННОГ ТРАННОГ ТРАННОГ